Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого и это очередной FFA сериал Sid Meier's Civilization 6 по мотивам, конечно же, рейтинга цивилизаций. Англия, Виктория, я сказал, что это сильная цивилизация, выдал я оценку сильно и давненько за неё не было партий, так что вот, ну правда, в данном случае это случайно, на самом деле мне выпало. То есть мы играем со случайным выбором цивилизации, вот мне выпала Англия за Викторию, какие выпали остальным цивилизациям, говорить не буду, давайте в процессе узнавать, что же там такое у них. И из режимов у нас только монополии и корпорации включены, все остальное, там нету случайных технологий, нету варварских кланов, так что просто имейте в виду. Ну, во всём остальном, типичная сетевая партия, по-моему, получилась интересно, как всегда, поэтому, собственно, вам и показываю её. Напоминаю, что спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества, большое им спасибо за поддержку, благодаря им и хочется, в общем-то, делать, делать, делать и выкладывать видео. Для всех остальных раз в день будет появляться. Ну и традиционно прошу воздержаться от бессодержательных спойлеров, обсуждайте, спорьте, что там происходит в игре, как лучше сыграть, но не, знаете, просто тупо вот тут произошло то-то и то-то. И, конечно же, не оскорбляйте ни участников, ни меня, ни других комментаторов. Приятного вам просмотра. Так, ну что, выпала Великобритания. Умайнис, так. Да, кстати, мы сейчас играем с случайными цивилизациями, постарайтесь не палить друг дружку, кто за кого играет, чтобы было интересно встречать. Хорошо. Ну, в принципе, старт неплохой. Я не буду отсюда уходить. Прямо тут и поставлю. Мне бы найти другой континент, конечно, сразу. Так, давайте с разведчиков начнём. Да, сразу есть 3-2 еда. Это очень неплохо. Наверное, вниз пойдут. Просто как раз проходы... О! Есть река ещё на побережье. Ну, понятно, что за Великобританию надо на побережье будет стоять, потому что верфи Королевского флота. Плюс 1 к перемещению морских юнитов, построенных на верфях. Плюс 2 золота и 4 сельсоход, если построены на чужом континенте, правда. Вот тут можно постараться как-то континенты найти, но мне кажется, возможно... Возможно, это не получится. Да, нету случайного дерева технологий, мы с обычным играем. Понятно, что мне надо как-то в гавани выходить, навигацию. Ну, наверное, всё равно сначала с животноводства начнём. В любом случае. Что мне тут ещё надо? Тут животноводство. Ферма. Плантации. Ну, наверное, сразу после животноводства тогда мореходство. Потому что две рыбы есть, обрабатывать надо. Аспирин. Сразу минус 1. Так, по-моему, здесь на мёде ставится... Так он тут или нет? Лагерь. Эйфория. По-моему, тут ла... Я забываю каждый раз с этим мёдом, честно говоря. Сейчас надо... Если ставится лагерь, то это, возможно, храм Артемиды можно будет поставить. Блин, и не написано. Иди сам догадайся. Блин, мне так нравится на определённых ресурсах. Типа догадайся, где строится у нас... Не, понятно, что требуется животноводство. Такой вопрос, это лагерь или пастбище? Вообще... Для пчёл был сразу пастбище, типа, знаете, пастух, который пасёт пчёл. С другой стороны пасечник примерно такой. Ну, так плохо слышно. Блин. Ну, храм Артемиды именно рядом с лагерем строится, да? Соседство с лагерем. Я бы предварительно запланировал сюда храм Артемиды. И поросида из игры. А, понятно. Мне очень нравится название континента. Так, вот тут интересное место. Раз, два, три. Скорее всего, вот сюда будут ставить... Тут можно пока дальше не смотреть. Или глянуть всё-таки. Ну, тут по лесам. Кстати, у меня куча тропических лесов. Мне надо пантеон на соседство тропических лесов брать. Это прям... Реально очень круто будет. Очень много тропических лесов, и будет хорошее соседство. Угу. Угу. Конечно, может, вариант ещё где вот тут... Ну, тогда тут гавань не получится ставить. Так что всё-таки, наверное, туда я поставил... Метку. Потому что если я встану... Сюда, то, во-первых, гавань не будет с соседством. Не поставится сюда гавань. Да, тут хотя бы сюда гавань ставится. На будущее. Вот здесь. Ну, я даже не буду метку, понятно, просто где гавань ставится. Тут вообще будет офигительное на плюс четыре сразу. Я пока по побережью, чтобы смотреть, где мне... Ну, понимаете, у меня города должны быть с гаванями. Сразу строители. Чтобы выяснить, что здесь ставят. Так, а Лондон у нас... Какую клетку эту обрабатывает? А если так? Рауно два. Ну, тогда пускай будет. Два-два. Чтобы быстрее третий житель появился. Ну, место очень хорошее, стартовое. Ну, в смысле, вот для Лондона. Тут, может, дальше и не очень. Вот, конечно, мне сейчас еще пантеон на сосед тропических лесов взять. Понял, да? Так, деньги пришли. Угу, тут повыше уже так себе места. Кстати. Тут уже так себе. Ну, вот еще место с рекой, да? Два-три-четыре. Я бы сюда ставил город. Ну, опять же, непонятно, где там соседи. То есть, по идее, тут уже где-то может быть сосед. Снизу. Река Уэлленд. Ну, звучит как английское название, да? Сюда уже перепрыгивать. Так, еще не что-то. Нормально. Вот у нас еще лошади появились. Может, раз у нас денежки выкупить эту клетку, она так сама-то 4 через 4 ходит. Я бы лучше деньги поберег на выкуп. Я же не пойду в столицу, сейчас не сумасшедший. Одним дуболомом. Че там, встать его воруют? Может, там не дуболом? Нет, там просто пришло одним дуболом. Моей столице объявил войну. Ну, все, сдавайся. Какие поселятся на седьмом ходу? Где, не поселятся, я говорю, строитель. Хотя их тоже можно. Да, тут, конечно, так все места уже. Построить, чего выпасть. Он тебя уколол. Пойдем сюда смотреть. Перепрыгивать. Ну, такое среднее место. Ну, хотя бы производство есть. То есть, я бы так вот ставил, да. Другой вопрос. Надо ли так спешить? Потому что далеко будет, например, поселенную. Сюда точно надо будет ставить. А вот дальше... Так, наверное, с мастерства начнем. И... Наверное, пока удвоены юнитом разведки. Потому что варваров я вообще не вижу. Да, играем без варварских кланов. Без случайных деревьев технологии. Так что варвары, наверное... Будут полайтовее, чем обычно. Ну, я бы тут, наверное, дуболомом... Как-то вот сюда шел. Потом так, так вот уже... Исследовал. Жемчуг будет. Хотя, вот следующий житель же... Будет ли следующий житель уже минус, к счастью, у меня давать? Нет. Вот в чем вопрос. И будет ли на него ответ? Есть шоколад. Ну, как бы ресурсы, в принципе, на счастье. Раз, два. Где тут? Третий, четвертый. В принципе, раз, пятый. И он... Ну, вот здесь где-то можно будет, да, поставить город. Раз, два, три. То есть тогда только еще здесь. Ну, мне бы здесь не хотелось ставить. Здесь как-то... Маловато всего. То есть я бы чисто сюда ставил. Так, ну и смотрим, что тут у нас лагерь. Тогда, ребята, имеет смысл... Попробовать Артемида угнать. Здесь Артемида хорошая будет. Потому что... Есть раз, два, три, четыре, пять, шесть... Как минимум шесть клеток, которые будут давать счастье. А вот и варвары. Блин, а где ГГшки какие? Ну, давайте я предварительно поставлю тоже сюда. Вообще, на самом деле, еще многое зависит, смогу ли я пантеон на... Так, знаете, уже поселенцы. Пантеон на... Тропические леса взять. Что говоришь? Ты давай только без нации, окей? А, вон ГГшка, кстати, религиозная. Это мне еще больше хочется. Пантеон на тропические леса. То есть будет... Будет идея в том, чтобы ставить... Фак. Вот это вообще неудача. Ну, это, во-первых, значит, что там где-то острова, с которых он приплыл. Но он меня сейчас захватит просто рабочего, и все. Блин, вот это неудача. Вот это неудача. Ну, кстати, есть шанс, что и не захватит. Но, знаете, надеяться на это... Давайте предварительно... Вообще, горное дело надо в чем-нибудь. Мне тут пока негде его делать. Блин. Ну, то есть, если он не захватит, то мне надо обратно высаживаться. И тут уже обрабатывать, скорее всего, лошадей и кукурузу. Потому что, ну, если я пойду рыбу обрабатывать, то не захватит, я думаю. Ой, блин. Поражены твоей неудачи. Так, Наску я встретил первый. Правда, Наска, в моем случае, так себе город. Потому что... Здорово. Ну, нету, вообще у меня в пустыне. Хайперздорова. Это Катенаска для араба, скорее всего, поставлена. Не, скорее всего, а точную для него. Не, ну, это нагло, если ты сюда город поставишь. Ну, скорее всего, араб где-то тут будет ставиться. Ну, далековато, нормально. Ну, это понятно, что его столица. Ну, ты понимаешь, что у меня тут в столице в четырех клетках от этого места? Да, ну, мне надо, конечно... Давайте, наверное, международную торговлю пойдем. Дай бог найду. Во-первых, я не могу... Ну, знаете, скорее всего, там... Мне вот именно, что надо сейчас построить галеры. Галеры? Берешься, кстати, на два хода... Точнее, я тебя на два хода опередил, чудо нашел. Я вокруг столицы обошел. И только сейчас ты ему пришел. Ну, ты знаешь, что оно прям рядом с тобой, поэтому... Неудивительно. Я-то отсюда далеко, вообще-то. Так, вот тут чудо. Ну, наверное, надо находить. О, хорошее чудо, между прочим. Это арабу повезло. Это арабу повезло. Еще месяц такая, то ли пустыня, то ли тудра. Наверное, сюда. Не хочу через реку атаковать просто. Блин, я бы тут еще хотел поставить, друг там будет... Недалеко. Так, давайте после... После поселенца прачника построил. Галеру все-таки хочу с карточкой строить. Кстати, хайпер, у тебя там континента другого нигде, рядом нету. Выше столицы есть даже три континента, я могу посадить, прям сюда идти. Отлично. И вот здесь прям найдешь трикать. Спасибо. Вот идти до конца эпохи дойдет. Немножко офигеешь по дороге, но дойдешь. Там не для Цивика, скорее, а не для... А, вот там, так это не выше... Ну вот даже для Цивика... У меня уже два города стоит. Нет, один. В левее строится континент. И выше строится уже континент. О, так я все, уже нашел. Спасибо. Ну я все, мне уже написало, что нашел. Просто там было больше континентов, я поэтому... О! Здравствуйте. Тут где-то явно лагерь варваров. Вот откуда этот скаут? Блин, трех... А, ну да, трехода, потому что... Так, давайте я тут немножко заменю вот так. Да, я думаю, там он ведет поселенца, поэтому дружба предлагает. Но я не вижу тут каких-то у нас проблем. Ну, конечно, он поставит рядом с чудом, хорошее чудо. Что поделать? Но я-то на него никак не могу претендовать. У нас немножко разделение сфер влияния должно быть. Я думаю, мне надо стрельбу из лука так открывать. Я вряд ли... Блин, неужели он сюда встанет? Это подстава будет еще одна. О, слушай, тут у нас... 10 лошадей. Немножко... Немножко не нужно мне сейчас 10 лошадей. Я, пожалуйста, стрельбу из лука так открою. Доделаю прачника, отложу на один ход и сразу начну строить Артемиду. У меня два города будет, но Артемида тут очень в тему. Следующим ходом, кстати, пантеон, по идее, должен принять. Кайф. Кайфовые места у него тут. Блин, сейчас варвар реально сюда встанет. То есть я не смогу сюда встать, мне надо будет отходить, а потом под защитой прашника везти. Довольствами отдает. Подождите, может что-нибудь на рост? Пока. А, ну тут все правильно стоит. Ничего лучше и не поставится. Пока. Да, надо попробовать Артемиду построить. Реально в Лондоне на очень будет хороша. И в дальнейшем. Единственное, что... Вряд ли мне получится в Золотой век выйти. О, ушел. Кайф. Вот это... Вот это повезло на самом деле. Так, ну давайте, тропические леса. Есть. Значит, через веру еще играем. Отлично. Господи, где ж тут? Ну где-то вот тут лагерь находится. Вот это, конечно, места тут еще и под науку нагенерировало. Да, хочу вот эту. Хотя, может мне этим открыть все равно. Так, там где-то у нас варвары. Может все-таки этим скаутом сюда пойти? Тут я либо дуболомом гляну, либо прачником гляну. Так, значит, откладываю один ход. Единственное, жалко, конечно, рабочего я потерял. Был бы хороший. Так, я думаю, что мне надо купить... А, стоп, мне надо будет купить сначала клетку. Хотя я сейчас куплю, чтобы... И надо будет купить рабочего. Он будет стоить, по-моему, сотку. 105. Должен накопить. То есть я следующим ходом начну строить здесь... Храм Артемиды. Вырубать, правда, мне нечего под нее. Но я обработаю хотя бы лошадей и овец. Это мне добавит производство. Ну, как и не у лошади. Добавляет производство. Так, Литц неплохой город. Мне нравится. Особенно, когда вырастет. Так, здесь мы начинаем храм Артемиды строить. 8 ходов. И следующим ходом рабочего купим. Давайте, наверное, прачником сюда подходить. По идее, тут должны разобраться еще... Еще так тесно. ...с лагерем варваров. У них там тесно. У меня тут... Согласен, варвары. Гуляй, не хочу. Чисто треугольник меня сжали. С трех сторон. Мне бы еще города-государства найти просто. Так, а раб кого-нибудь еще? Встретил, кроме меня? Нет. Ну, вообще, имеет смысл астрологию открыть. С другой стороны, имеет смысл... Давайте, наверное, пока все-таки в орошение пойдем. Потому что я сейчас рабочим... Когда лошадей... Не, наверное, сначала овец, потом лошадей. А потом все-таки ферму тут поставлю, чтобы ускорить... Орошение. Блин, если я Артемиду построю, будет очень круто. Наверное, тут просто постою пока. Да, блин, где ж... Где ж лагерь варваров-то? Ну... Немножко, конечно, так себе, Багдад. Ну, он может еще там города поставить. Но с другой стороны, ведь вот нету рек. Может, и... Единственный вариант... А, тут ничего нету. Ничего нету. Наверное, перепрыгну туда, пойду. Потому что тут явно варвары спамятся. Неохота так. Рабочего покупаем. Международную торговлю, видите, без ускорения. Ну, что поделать. Кстати, могу карточку на... Могу карточку на... Вверх производства ставлю. Могу карточку на корабли, но... Давайте, наверное, уже против варваров поставим. Но негде пока строить. Так что пока просто продолжаем... Открывать. Конечно, купить бы... Понял, понял. Пряности, но денег нету. Не, ну, слушайте, я должен построить примерно... Даже еще раньше, наверное, должен, чем 25-й ход построить. Ну, сейчас пока 6 ходов и так. Но я должен раньше построить. И это, в принципе, неплохой результат для строительства Артемиды. О, тут варвары неприятно. Так, кого встретили? Самарканд, причем, пир. Самарканд, по-моему... На деньги там неплохо. Два золота за каждый соседний редкий ресурс. Ну, в любом случае, плюс деньги сейчас, благодаря тому, что араб туда не пошел. Плюс ресурс. Так, пока сюда, наверное, идем. Разлив реки. Ну, наверное, сюда прыгну. Он явно сейчас будет атаковать прачника, точно будет атаковать прям стопудово. Зажмем его дуболомом и убьем. В итоге плавает мой рабочий такой, я варвар, я варвар. Я буду пиратом, гадом. Я их поставлю раком, задом. Мне стоит, чтобы работать, да? Снимается. О, уже четыре, видите, за 24 хода. Я думаю, 24-23 хода. Это очень хороший тайминг для Артемиды. Единственное, что все равно... Ой, там лучники. Фак. Ну, мне, сужд, не хочется вверх идти, там у меня этот будет бегать. Поэтому я бы, наверное... Посмотрел Каир. Ну, мне кажется, у меня получше все-таки. Начало. Если он проатакует, то у меня апгрейд будет, не апгрейд, а уровень для лучника. Если не проатакует, то я его просто убью. Ну, обычно, кстати, варвары иногда, когда почти убиты, они не атакуют. Ну, и атакуют. Ну, бывает и атакуют, узнаете, знаете, к варварам. Ты понимаешь, что они не атакуют, а тем не предложение. Ты же понимаешь, что если ты убиваешь моего бойна, я буду... Берем уровень. Слушайте, а может мне отойти? Чтобы он меня не атаковал. Я же просто, когда беру уровень, я теряю ход, да? Давайте лучше сюда отойду. Возьму уровень. Пока буду подходить. Вдруг он так будет атаковать через реку. Меня это очень устроит, между прочим. Заодно я тут планирую защитить рабочего. Курин, Ранняя Империя. Два жителя. Че у нас тут лиц? Могу я купить? Могу, надо купить вот эти. Эту клетку, потому что очень круто тогда лиц будет расти у меня. Странно, что шесть ходов пишет. По идее, намного быстрее должен. Да ладно, наверное, какой-то глюк. О, три хода. Как всегда, ну, не показываю, но на самом деле он все равно бы три хода рос. Так, давайте потихоньку сюда уходить. Блин, вот это не очень приятно. Обходим. Ну вот, кстати, у араба не очень с местом. В том плане, что за тундра, блин, у араба? Нету пустыни? То есть, я думал, Наска это для араба, а тут вообще как-то без пустыни территории все. Совсем как-то грустно. Он, кстати, походу даже и не думал Артемиду строить. Так, ну если следующим ходом никто не строит Артемиду, то она моя, потому что я хост. Да, лагерь, по идее, должны забрать. Блин, что ты за мной ходишь? Отвали. Не, ну 24 хода Артемида, это быстро. Не думаю, что так. И мне бы через два хода как раз поставить карточку. О, мастерство должно открыться. Потому что это будет третья клетка обработанная. Да, я поставлю карточку на корабли. И по 100... Слушайте, может я все-таки выйду в Золотой век? Так, это корабли... Ну, Артемида 4 очка, да? Это 9 будет. Корабли. Лагерь заберу. Ну, это присловие, что, конечно, там никто меня не обгоняет с Артемидой. У меня проблема в том, что я по Артемиду, в принципе, ничего подрубить не мог. У меня на территории только один тропический лес, а их подрубать можно только, когда вы обработку бронзы откроете. То есть, ускорить производство вообще без вариантов для ускорения. Но Артемида моя. Кто не в курсе, в циве... Если в один ход кто-то строит чудо с кем-то другим, то чудо получает тот, кто выше в лобби. А как я хост, то я вообще первый в лобби, получается. Мастерство в один ход. Как раз карточку на корабли поставим. Отлично. Возможно, этого рабочего военную традицию ускорил. Мастерство ускорил. Три очка к счету эпохи за лагерь. Сейчас четыре будет за Артемиду. Потом четыре за корабль. Но мне не хватает. Все равно 16. Еще три очка где-то надо. Может, встречу кого. Посмотрим, араб еще кого-нибудь встретил? Нет. Интересно, а где все цивилизации? Тогда вопрос. Так, что я еще могу за что получить? Выйти в античность? Не успею. Здесь. Так. Давайте. Ну, типа, я снесу сейчас Челла и все, здравствуй, типа. А че ты челла сносишь? Ну, такой себе, честно говоря. Он сейчас своего уникала поставит и город 40. Мечники. Здесь не скоро. Ну, давай не берешь. 12. Значит, ставим карточку на корабли. Создание. Ну, кстати, строителей можно поставить, потому что я сейчас во втором городе буду строителей делать. Так. Здесь ускоряем плантации. Рошение открыто. Астрология. Потом, наверное, в обработку бронзы пойду. Еще и горное дело не открыл. Так. Давайте сюда чисто глянуть, что тут. Так, корабль. Ну, наверное, сразу две галеры поставим. Так, блин, где все люди? Я так уже нехило открыл вообще территорию-то. Ранняя империя, мистицизм. Сейчас посмотрим, кто-то за корабль. Да, да еще, если это первый корабль, то еще больше дадут в мире. Но я думаю, что, может, кто-то уже построил. Первый в мире. А, три все-таки дают, а не четыре. Так, ну, этот чувак меня дождался. Все-таки. Сейчас будем две рыбы обрабатывать. Зашибись. Сюда хочу встать. Но тут, скорее всего, все-таки будет... Гора. Но я хочу встать, чтобы быть в этом уверенным. Я хочу реку перейти. О, ГГшка. А это уже не первый. Ватикан, кстати, хорошая. Ее раб первый нашел. Ну, Ватикан дает плюс сто процентов, по-моему, к священ... Ну, конечно, все города... Да, е-мое. Все города становятся как бы священ... А, нет, при активации великого человека распространяет 400 влияние вашей религии. Города в радиусе 10 кля. Это, конечно, интересно для великих ученых. Ну, мне не хватает 4 очка эпохи. Честно говоря, сейчас я вообще не представляю, где их взять. Поэтому, к сожалению, все-таки в нормальный век. Сваливаемся. Блин, тут нету проплыва. Откуда приплыл тогда? Значит, оттуда откуда-то. Да, тут гора. Ну, то есть, видите, это для кампусов будущих посмотреть. О, другой континент. Да, чуть-чуть от территории вообще немерено. Боюсь вверх идти. Там, скорее всего, варвары. Ой, тут не пройти горы какие-то. Так, ну, пингала. Здесь у вас Артемида построена. То тут как бы без вариантов пингала. Потому что город будет расти как на дрожжах. Слушать буду. Так, я бы торговца купил 95. Раннюю империю. Что-нибудь... Я, наверное, сменю. Давайте, наверное, на юнитов. Там и все равно одним ходом явно достроится. Вот так сделаю. И... Еще парочку... А, блин, я уже лучников открыл. Точно. Парочку лучников надо все равно. Потому что он с тем лагерем надо разбираться. Есть галера тут. Так, ну, наверное, надо возвращаться. Пойду в ту сторону. Еще две клетки не открыто. Так, вторая рыба. Может, все-таки в навигацию... Ну, блин, она семь ходов еще. То есть это явно в следующей эпохе откроется. Хочу хоть железо увидеть. Где? Так, ну, раз у меня там есть галера, давайте это и вниз поплывем. Так, тут надо будет в начале хода сразу сюда прыгнуть. Чтобы мне араб не закрыл проход. Надо будет сразу там сидеть следить. У-у-у, тут у араба. Неплохо так с ресами. Честно говоря. Судостроение и навигацию по звездам ускорили. Каменоломня. Шахта для добычи ресурсов. Где-нибудь... Ну, железо должно появиться. Каменоломня мне вроде негде вообще ставить. Даже камни нет. Дебройна. Угу. О, как это Дебройна играет. Веропу. Ладно. Заканчиваем ход. Реально, че-то, как тут дофига территория. Где... Где наши соседи с арабом? Нам пока тут... Селиться вообще... Место немерено. О! Монгол! Вау! Ниасус, здорова! Привет. Вот чьи-то владения. Так, значит, возвращаемся туда. Лучники есть. Вот и... Ну, вот эта галера, которую украла у меня рабочего, это не из этого лагеря. Сейчас повторю. То есть этого лагеря еще не было. Когда это... Когда у меня рабочего захватили. Поэтому я и удивляюсь. Так, ну я бы, наверное... Я хотел сначала караван купить. Это, наверное, из Лондона все-таки будем отправлять. А, сотка. Следующим ходом. Тогда пойдем потихоньку. Прачником. Да. Два хода и три очка. Но я не успею этот лагерь захватить никак. Жалко, что корабли его не могут захватывать. Я даже не... Ну, может, какие-то, конечно, руинки найду. Но очень сомневаюсь. Блин, вот тут территория не исследована вообще. Куча не исследований. Может, мне лучше тогда этим скаутом вернуться и тут исследовать. Вниз. Вдруг там руинки будут. Туда-то у меня вон этот, например, побежит еще. Ну, монгол, кстати, никого не встретил. Монгол в центре Пангея никого не встретил просто, и все. На этом пока все. Спонсоры канала продолжения могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok